Вести Карачаева, Черкесия Сегодня в стране день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Своё обращение жителям республики направили первые лица. Глава Карачаева, Черкесия Рашид Темрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов и премьер-министр республики Мурат Аргунов. В тексте говорится, 81 год минул с тех пор, как началась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней наших соотечников, принесла горе каждой семье, оставила после себя разрушенные города и посёлки. Сегодня мы вновь вспоминаем подвиг нашего великого народа. Каждый погибший фронтовик, каждая замученная душа в застенках концлагера, каждый умерший в блокадном Ленинграде должен жить в памяти новых поколений. И пока мы помним, мы будем сильны. Так было во все времена. Наша страна победила коричневую чуму, правда восторжествовала. Но, к сожалению, мир не избавился от идеологии, проповедующих фашизм и национализм. И сегодня мы являемся свидетелями, как в соседних государствах пытаются обесценить мир, добыть таким трудом и исказить историческую правду, которую мы и впредь будем отстаивать во имя наших детей, их мирного будущего и в память обо всех погибших в Великую Отечественную войну. В День памяти и скорби мы отдаем дань уважения жителям Карачаева-Черкесии, которые внесли свой вклад в победу. Более 15 тысяч наших земляков награждены орденами и медалями. 37 выходцев из республики удостоены звания Героев Советского Союза, Героев России, а также стали полными кавалерами Ордена Славы. Низкий поклон здравствующим фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто приближал День Великой Победы. Вечная память невернувшимся с полей сражений. Закончился текст обращения первых лиц республики. Сегодня во всех городах и районах республики проходят патриотические мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Спустя столько лет мы помним и чтим память тех, кто, отдавая свою жизнь, защищал родную землю от фашистской силы, тех, кто погиб на фронтах и в тылу. 27 миллионов погибших – такова огромная и страшная цена нашей победы в Великой Отечественной войне. Потому мы будем отстаивать правду о той войне и бороться против всех попыток исказить эту правду и унизить память павших. Наше государство всегда было и остается нетерпимым к любым проявлениям нацизма и в наше время. Сегодня телебашни российской телевизионной радиовещательной сети включат архитектурно-художественную подсветку. Телебашни в Грозном, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Черкесске окрасятся красным цветом, символизирующим пламя свечи. На Казанской башне также высветится надпись «День памяти и скорби», на Нижегородской – «Георгиевская лента». На телебашне в Твери появится изображение вечного огня, Георгиевской ленты, свечи и надпись «22 июня – день памяти и скорби». В Самаре на башне будет демонстрироваться изображение вечного огня. В Туле – свечи. Аналогичные подсветки засверкают и в других регионах страны. Патриотические акции и ночной показ фильмов прошли вчера в Черкесске в канун «Дня памяти и скорби». Памятные мероприятия, приуроченные к 81-го годовщине начала Великой Отечественной войны, традиционно начались в Парке Победы. Вечером здесь осталась акция «Свеча памяти». Были зажжены сотни свечей и огоньков в память о доблестных воинах-освободителях. Позже воспитанники городского центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и жители Черкеска в память о погибших. На фронтах Великой Отечественной войны солдатах спустили в реку Кубань в районе Псышского моста живые цветы и венки. В импровизированном летнем кинотеатре Парка Победы также составился ночной показ фильмов о войне. Около 4 часов утра ребята заступили на почетную вахту «Вечного огня», где каждые 20 минут расчеты почетного караула сменяли друг друга до 8 часов. А теперь к другим темам. Предприятия химической промышленности получат годичную отсрочку по уплате страховых взносов за 2-3 кварталы текущего года. Речь идет о производителях мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии. Высвобожденные средства они смогут направить на текущие расходы, связанные с выплатой заработной платы сотрудникам, перенастройкой производства и логистики. Кроме того, индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, получат годичную отсрочку по уплате страховых взносов, начисленных за 2021 год, с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей. Отсрочки будут предоставлены автоматически, без подачи заявлений. Уже уплаченные страховые взносы за апрель производители смогут вернуть или за честь в счет будущих платежей направить соответствующие заявления в Федеральную налоговую службу. Льготные кредиты по ставке 3% смогут получить аккредитованные IT-компании, осуществляющие деятельность по разработке, внедрению и приобретению российских продуктов, сервисов и платформенных решений в сфере информационных технологий, а также связанных с этим работ и услуг. Одним из условий льготного аккредитования является сохранение занятости на период действия кредитного договора в не менее 85% средней списочной численности работников по состоянию на 1 марта текущего года. Кроме того, компаниям необходимо обеспечить индексацию заработной платы сотрудников с периодичностью не реже одного раза в год на уровне индекса потребительских цен Росстата за соответствующий период. Более двух десятков школ на более чем 5,5 тысяч мест откроются в республике к сентябрю текущего года после строительства одного общеобразовательного учреждения и ремонта 21-го. В частности, в рамках реализации оригинального проекта «Современная школа» национального проекта образования откроет свои двери новая школа на 165 мест в ауле Гирюль-Дилуку из Джигутинского муниципального района. А в рамках оригинального проекта «Модернизация школьной инфраструктуры» будут отремонтированы 18 школ на 4401 места. В следующем году будет сдана в эксплуатацию школа на 960 мест в селе Учки-Кен Малокорачаевского района. На ее строительство из федерального бюджета выделено 582 миллиона 600 тысяч рублей. Вместе с тем, в текущем году, благодаря нацпроектам «Демография» и «Жилье и городская среда» в регионе будут открыты два детских сада на 230 мест. В частности, завершается строительство дошкольного учреждения на 80 мест в Узжигуте и планируется открытие дошкольно-образовательной организации на 150 мест в северной части Черкеска. В Карачаевске продолжаются масштабные работы по благоустройству общественной территории «Зеленый остров» площадью 5,5 гектаров. Сейчас здесь ведутся работы по очистке пруда, спилу сухостоя и строительству горного креативного кластера. Появятся спортивная и детская площадки, тротуарные дорожки, подъездная дорога, автопарковка. Будут установлены лавочки, урны и проведены инженерные коммуникации. «Зеленый остров» пользуется большой популярностью и для многих жителей округа – излюбленное место для досуга с друзьями и семьей. Все благодаря совместной работе старшего поколения и молодежи. В том, что этот замечательный проект реализуется, большую роль сыграл Центр молодежного инновационного творчества в Карачаевске. Именно его воспитанники помогали с оформлением победной заявки на конкурс. Малые города и исторические сельские поселения взаимодействовали с городским сообществом, а Центр стал площадкой для проектных семинаров и публичной защиты. На базе городской больницы Черкеска открылся пункт проката технических средств реабилитации. Он создан в рамках Года людей с ограниченными возможностями здоровья, объявленного в этом году руководителем республики. Планируется открытие и второго пункта, который расположится в доме-интернате для перестарелых людей. Пункт создан в целях временного обеспечения техническими средствами реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и других отдельных категорий, проживающих на территории республики. Закуплены технические средства реабилитации – кресла-коляски, ходунки, костыли, противопролежневые матрасы, сидения для ванны и многое другое. Средства реабилитации на безвозмездной основе будут предоставляться участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, семьям, имеющим детей инвалидов, инвалидам, несовершеннолетним, гражданам, имеющим средний душевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Жители Карачаева, Черкесии – неравнодушные граждане. Различные трудовые коллективы вносят свой вклад в реализацию проекта Народного фронта «Все для победы». Участники акции собирают медикаменты и другие необходимые вещи, указанные на специально созданном сайте. Информацию комментирует координатор по работе со СМИ регионального исполнительного комитета Народный фронт Зураб Бимурзов. Хочется отметить, что проект уже полным масштабом идет в Карачаево-Черкесии, подключаются трудовые коллективы и простые люди. Например, в эти дни сотрудники Центра научной и практической помощи «Здоровое сердце» из Учкикена привезли в пункт сбора кровоостанавливающие, перевязочные и обезболивающие препараты на общую сумму 100 тысяч рублей для защитников Донбасса. Также сетевая распределительная компания города Черкеска перечислила 50 тысяч рублей для защитников Донбасса. На сбору откликаются и простые жители, которые приносят вещи, необходимые бойцам и жителям. Буквально на днях тоже житель Черкеска, человек сам с ограниченными возможностями здоровья, ухаживающий за мамой, принес внешне зарядное устройство. Он от чистой души и сердца это сделал и попросил передать, как он сказал, нашим с Донбасса. Глава одного из фермерских хозяйств республики получил условный срок за крупное мошенничество с бюджетными субсидиями. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии доказательства признаны судом достаточными. Информацию комментирует старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Евгения Перхилева. Следственному суду установлено, что в период с мая 2017 года по июль 2020 года житель аула Верхняя Мора представлял в Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики фиктивные документы, якобы подтверждающие осуществление деятельности, связанной с разведением крупного и мелкого рогатого скота. В результате им незаконно были получены субсидии, предназначенные на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на сумму свыше 6,5 млн. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В ходе следствия глава крестьянско-фермерского хозяйства полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. В целях установления истины по уголовному делу следователям допрошен ряд свидетелей, проведены необходимые экспертизы, а также следственные и процессуальные действия, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил. Фарш с когтс диастатиком поставляли в одну из школ поселка Медногорского Урупского района. Нарушение выявило Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора после того, как была отобрана проба говяжьего фарша, произведенного индивидуальным предпринимателем из прохладного Кабардино-Балкарии. А в средней школе поселка Марая-Ягы Карачаевского городского округа в говядине, предназначенной для детского питания, обнаружены следы антипаразитарного препарата. Подробности у заместителя начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Аюба Каблахова. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по обеспечению питаниям обучающихся начальных и средних классов отобраны пробой мясной продукции в средней школе поселка Миногорского Урупского района и в средней школе поселка Марая-Ягы. Фарши-произведители из города прохладного Кабардино-Балкарской республики выявили наличие препарата как теодиастатика, тенитрокарбанилида. В пробах говядины, произведенной фирмы ООО «Наси» вылен противопорезитарный препарат «Колазантел». По установленным нормативам подобное не допускается. Произведителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В отношении поставщиков продукции в настоящее время принимаются меры реагирования. Помимо этого, в аппарат полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе направлены информацию о случае выявления соответствия продукции установленным требованиям. Энергетики Карачаево-Чекеси за пять месяцев текущего года обеспечили электроэнергией 60 новых потребителей. Информацию комментирует Надежда Алакаева, главный специалист пресс-службы Департамента по взаимодействию со СМИ Росети Северный Кавказ. Для обеспечения электроэнергии жилых домов и объектов малого и среднего бизнеса в ауле Псы Жабазинского района и селе Дружба Прикубанского района специалисты филиала Росети Северный Кавказ, Карачаево-Черкеска Энерго построили 3 километра линии электропередачи 0,4 кВт. В результате проведенных строительно-монтажных и организационных работ новым жилым постройкам, а также объектам малого и среднего бизнеса в двух поселениях, выдано 0,76 мегаватт мощности. В указанных населенных пунктах проживают около 12 тысяч человек. Из-за близкого расположения к республиканской столице в последние годы здесь идет интенсивное жилищное строительство и развитие промышленной зоны. В частности, активное возведение частных жилых домов идет в новых микрорайонах в восточной части поселений, где несколько лет тому назад были выделены кварталы под индивидуальную застройку. А в общей сложности в зоне ответственности Прикубанских районных электросетей филиала Карачаево-Черкеска Энерго, которые обслуживают эти два населенных пункта, за отчетный период к сетям филиала подключено 98 новых объектов с суммарной мощностью 1,150 мегаватт. Известная российская писательница Тамара Крюкова встретится с читателями и библиотекарями Карачаева-Черкесии. В мероприятиях проекта «Талантливое лето» – инклюзивная программа творческого развития детей в летний период, который получил поддержку президентского фонда культурных инициатив, примет участие известная российская писательница Тамара Крюкова. Проект разработан Республиканской детской библиотекой имени Сергея Никулина и автономной некоммерческой организацией общего и дополнительного образования поколения «Некст». Тамара Крюкова – автор более 40 книг для читателей разных возрастов, которые вышли в 16 российских издательствах. Общий тираж книг превысил полтора миллиона экземпляров. Она пишет фантастические и реалистические повести, рассказы, сказки и стихи. Ее книги переведены на языки многих народов мира. По одной из книг Тамары Шамильевны снят замечательный фильм о первой любви Костянника «Время лета», по другой – кинокомедия «Потапов к доске». В рамках реализации проекта «Талантливое лето» писательница проведет мастер-класс для будущих писателей, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В Республиканском доме печати прошла торжественная презентация книг народных писателей Карачая-Чрикесия Ахмеда Шорова и Салтахана Аджикова. В издании поэта и публициста, члена Союза писателей России Ахмеда Шорова «Благодарю тебя жизнь» собраны лучшие произведения авторов, в которых говорится о любви к родной земле, о дружбе и великой родине России. А в новом сборнике Салтахана Аджикова «Забавный сундук», написанном для юных читателей, много увлекательных рассказов о честности и сострадании в поступках, доброжелательности к людям и любви к родному краю. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность и местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В горах местами плюс 11-16. В Черкесске кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 25. И штормовое предупреждение. В течение суток 22 и 23 июня местами по Республике ожидается сильный дождь. В сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. А в горах сход сель и малого объема. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!